Самый фельдиперсовый пушистик нашей эстрады сегодняшнего дня. Прямо пушистик. Пушистик, это я. Да. Андрей Алексеев. Мне нравится, что когда ты выходишь на сцену, больше, вот я просто, знаешь, я думаю, что те две вещи запрещено делать. Это набирать балет, потому что он тебе просто не нужен. Просто это бесполезное занятие. Это дорого? Нет, ты просто там сияешься. Это накладно. Накладно, но накладно балету будет с тобой. Любой, даже балет большого московского цирка с большим удовольствием посиял бы за тебя, но его не заменят. Бесплатно, бесплатно. Бесплатно, за деньги еще тебе заплатят. А хочешь на подробности немножко? Ну, я согласен взять себе программу. А у тебя есть песня про балет? А? Про балет. Есть песня? Ну, я хочу сочинить про балет песню. У меня не было, но хочу сочинить. Да, а про сиськи есть песня? Такой балет, минет такой, это вот прям. Минете в балете такой. Да. Это, знаете, такой анекдот есть такой. Приезжает в общежитие Большого театра, парень такой приезжает летом. Говорит, а можно Марину? Из балета. Говорит, а там этот, ну, вахтер на вахте в общежитии. Говорит, Марина на гастролях. Как? А Света? Молодцы, Света тоже на гастролях. Что, и Оля тоже? И Оля тоже. А как же это? Как? Тихор. А, кстати, неплохая песня. Получился бы у тебя и про хор. Андро, вот с чем ты начал каламбуристые свое поздравление Татьяны Морозовой? Ну, Татьяна Морозова, это наше все. Потому что это наша русская Мерлин Монро. Живая. И дай бог ей долгих-долгих лет жизни. Чтобы она была здорова, жива, талантливая, красивая, молодая, сексуальная. Мы ее все любим, все обожаем. Танечка у нас одна, но она самая лучшая. Отлично. Андрей, скажи, по просьбам зрителей задаю вопрос тебе. По какому принципу ты выбираешь колористику своих рубашек относительно приходов на определенные вечеринки? По частоте. Хорошо. Ладно, ну и давай про Ля Минор. Вот как ты думаешь, что-то как-то... Ля Минор все-таки грустно, да, звучит? Да, грустно. Вот как бы ты, вот если бы у тебя была возможность создать свой канал, как бы ты вот какую бы тональность влупил? Фа-мажор. Почему? Веселей? Ну, конечно, на мажор хотя бы. Ну, что, может, совсем прям в Ютуб. Ну, что прям... Ютуб. Прям, Ютуб вообще, да. Ютуб пекар. Да, Ютуб. Ютуб. Слушай, у нас однажды была история, когда мы с канала Мюзикбокс, ну, сотрудничали, делали какие-то ролики. И в один прекрасный момент мы решили, что мы друг другу будем через Ютуб ролики высылать. Им нужно было для монтажа. И я просто делал название Мюзикбокс и Пипл Стар. И назвал Пипл Бокс и просто это все. И отостал им ключи. Приходит звонок такой на телефон от одного из сотрудников канала. Говорит, а можно, говорит, мы не будем, говорит, из этого аккаунта ничего убрать. Я говорю, почему? А зачем, говорит, вы так назвали Пипл Бокс? Это же Гробик. Вот, Андро, есть ли какой-нибудь свежий хит? Что? Хит какой-нибудь, есть свежий у тебя? Песня? Да. Но сочиняю. Сочиняешь, да? Пишу песню, если был бы я богатый. Что? Это проекты, которые надо брать в аренду? Был бы я богатый, я бы купался в бане, мне бы тертым спину мер Москвы Собянин. Я ходил бы гордый, толстый и податый, если бы только-только был бы я богатый. Друзья мои, Андрей Алексеев, наше все. Специально для канала Ютуб. Да, это и Пушкин, это и... Чучев. И Тючев. И Фед. И Фед, и одновременно еще и Шаляпин. В хорошем смысле... Налейте, налейте! Андрей Алексеев, друзья мои, мы встретимся чуть позже на концерте ровно половины Ягьи. Мы встретимся снова. Половина Ягьи. О-о-о. Пол Ягьи. Как поется в песне маленького Шприца, мы встретимся снова. О-о-о. Андрей Алексеев, друзья мои, с поздравлениями. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...